МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор, глава правительства и спикер Краевого парламента прибыли на совещание при полномочном представителе президента в Сибирском федеральном округе. Красоты величественных гор, по которым кочевали тюркские племена, гордая Катунь, все это можно увидеть лишь из окон машин. Визит расписан по минутам. В город Натальск съехались представители Иркутска, Новосибирска, Томска, области Кемерово, республики Бурятия. Совещание впервые проходит на базе отдыха. Правда, об отдыхе, к сожалению, речи не идет. Вот в этом небольшом деревянном домике руководители регионов сейчас решают, как же воплотить указы президента в жизни. Здесь же, неподалеку, в юртах, за трансляцией совещания следят журналисты. Поручений порядка 40. Основные и самые сложные. К 2018 году поднять зарплату бюджетникам до средней по каждому региону. Полностью закрыть очередность в детских садах к 2016 году. Сегодня в Сибири место в саде ждут 118 тысяч детей. И обязательно решить проблему с ветхим жильем, а также предоставить земельные участки многодетным семьям. На все про все Сибири понадобится 550 миллиардов рублей. Руководство ТВ сразу заявляет, республике это не по силам. Без поддержки со стороны федерального бюджета республика ТВА эти указы выполнить не сможет. Я это четко понимаю. Прежде всего, говорят экономисты, территориям необходимо перекроить бюджет и изменить сам подход к распределению средств. Что и сделали в Красноярском крае, делится опыта Виктор Томенко. Например, можно отсрочить строительство объектов, которые не имеют первостепенного значения. Плюс экономия на торгах. Садики можно строить, привлекая бизнес. Облегчит ситуацию продления кредитов, предоставленных федерацией. Некоторые регионы поговаривают о введении налога на недвижимость. А это полка о двух концах. С одной стороны, надо не в погоне, скажем, за повышением доходной части не упустить то, что можно собрать с плательщиков. С другой стороны, не осложнить социальную обстановку, связанную с тем, что будет слишком большая нагрузка на наших граждан. Сосредоточив все силы на выполнении указов, регионам важно не останавливать развитие тех проектов, которые уже действуют. Для этого необходимо изменить систему софинансирования. Сегодня, когда нам, каждое министерство, говорится финансировать больше 50%, то получается для нас ни один плод, который сегодня висит из федерального бюджета, становится неприемлемым, потому что сумма общая, нашей доли становится критична по тому, что мы можем поднять. На повышение зарплаты правительство страны заложило в бюджете 100 миллиардов рублей. Еще 50 миллиардов на расселение людей из аварийного жилья. И столько же на детсады. Помощь есть, но львиная доля затрат ляжет на плечи территории. Это не так вот сидеть, давайте мы на каждую задачу дадим дополнительно деньги, вы их освоите и задачу решите. Нет, здесь нужно найти и пути оптимизации каких-то бюджетных расходов и сконцентрировать эти расходы именно на этих приоритетных направлениях, которые определены главой государства. По итогам совещания принято решение обратиться к представителям министерств финансов, ЖКХ, здравоохранения и соцзащиты, чтобы с каждым регионом индивидуально провели согласование расходов и доходов бюджетов. И уже затем решали, где и в какой мере нужна поддержка государства. К тому же предлагается создать базу успешных практик, где регионы могли бы рассказать о своем удачном опыте. Ирина Румянцева, Денис Тимошенко, Горнолтайск, специально для телеканала Енисей. И вот как прокомментировал прошедшее совещание председатель законодательного собрания края Александр Рус. Задача выполнения указов президента является безусловной. Общая потребность Сибири в дополнительных средствах составляет более 600 миллиардов рублей. И мы отчетливо понимаем, что выполнить эти указы можно и только за счет экономии. Но самое главное, нужны принципиальные новые подходы к организации работы в бюджетной сфере, включая привлечение частного капитала и многое другое.